Планета обезьян Действительно умная обезьяна Но вскоре этот шимпанзе начинает вести себя странно И устраивает сцену перед инвесторами Поэтому программа приостановлена Но оказывается именно сыворотка не сделала ее агрессивной Она просто защищала своего новорожденного Которого сумела родить незамеченной Так что Джеймс Франко забирает детеныша домой И называет его Цезарь Который становится его домашним любимцем И по совместительству сыном Потому что действительно он родился с эффектами сыворотки Он намного умнее обычной обезьяны Цезарь проводит счастливое детство В выходные он посещает секвойный лес И может без проблем лазать вокруг Но с возрастом Цезарь начинает переживать Кризис относительно своего места в мире Он умнее животных, но к нему относится Как к животному Проект был остановлен, но Джеймс Франко Украл часть сыворотки, чтобы помочь своему отцу Страдающему от болезни Альцгеймера И он выздоровел Он снова играет на пианино Но со временем лекарство перестает действовать И происходит драка с соседом Цезарь прыгает, чтобы защитить его Цезаря послали в обезьяню тюрьму Хотя это была не его вина И оказывается, это существует Работник здесь очень скверно к нему относится Так же, как и другие шимпанзе А его друг Джеймс Франко не может его достать оттуда Поэтому Цезарь решает взять инициативу в свои руки Он быстро осваивает, как вскрывать свою камеру И завоевывает доверие других обезьян Так что Цезарь стал новым боссом тюрьмы Лучший друг Морис Орангутон Умный, не знающий жестов Цезарь объясняет Обезьяны вместе сильны Джеймс Франко продолжает Сыворотка вылечила отца Надо сильную версию Снова испытание Игнорируем безопасность Новый испытуемый Коба быстро умнеет Цезарь налегает на холодильник Франко за сывороткой для друзей У Цезаря много умных обезьян Цезарь вступает в противостояние Убери руки, грязная обезьяна Цезарь научился говорить Он говорит нет Цезарь заряжает палку Обливает шлангом Убивая парня током Время для великого побега обезьяны Вначале они проникают в лабораторию Джеймса Франко Освобождают умные обезьяны Обезьяны на свободе Бродят по Сан-Франциско Они могут быть свободны в лесу Если пересекут мост Люди здесь, чтобы остановить их Время для большого сражения Люди не были готовы к умным обезьянам Которые атакуют с тыла Босс лаборатории летает на вертолете Но горилла взлетает и забирает это Джеймс Франко догоняет Цезаря Эй, почему бы не вернуться домой? Цезарь с другими Как он, поэтому говорит Джеймсу Франко Что он дома, Цезарь основал новое общество Это прекрасный рассвет планеты обезьян Хотя, рассвет это название второго фильма Большой вопрос, почему обезьян не уничтожили? Они столкнулись с большой проблемой Ведь эта сыворотка смертельна для людей И быстро распространилась по земному шару Как гриб обезьян Эта пандемия стала большим ударом Который едва не уничтожил нас полностью Около 10 лет спустя Цезарь и его обезьяны Процветают и живут счастливой общинной жизнью У Цезаря есть сын Голубые глаза И недавно у него появился еще один мальчик Их жизнь прекрасна Они думают, что люди исчезли Однако однажды появляются люди Цезарь должен прогнать их Группа выживших людей Устойчивых к вирусу Собрались в Сан-Франциско Под руководством Гарри Олдмана Возникает дебат о том, что делать Коба имел много негативных контактов с людьми Он считает, что нам следует уничтожить их всех Но Маврикий и Цезарь хотят жить в мире Итак, обезьяны выезжают, чтобы продемонстрировать свою силу Мы останемся на своей земле А вы на своей Но ученый возвращается На вашей земле есть что-то, что нам очень нужно Да, это ГЭС Дай мне немного времени, чтобы запустить ее Мы навсегда уйдем Моменты дружества людей и обезьян Но есть глупцы среди них Обезьяны тоже бывают глупцами, как Коба Цезарь показывает, кто тут главный Но не убивает его Главное правило Обезьяна не убивает обезьяну Запуск электропитания – будущее светлое Коба обманул этих парней в арсенале, прежде чем убить их Теперь он убивает Цезаря из тени Это ту брют? Он убеждает обезьян, что люди убили Цезаря Они идут в арсенал, крадут оружие Начинается битва Фильм мог бы называться «Война за планету обезьян» Коба и обезьяны побеждают В тюрьму идут люди и инакомыслящие обезьяны Сын Цезаря понимает, что это переворот Снеглазый организует побег с символом Цезаря Цезарь оказывается живым Хорошие люди везут его выздоравливать в дом Старый дом Джеймса Франко Цезарь пришел оспаривать у Кобы лидерство после своего выздоровления Наступает большая обезьяния-драка, напоминающая игру «Донки Конг» на стройплощадке Гэри Олдман взорвал все здания, чтобы уничтожить всех обезьян Заканчивается сцена, когда Цезарь сбрасывает Кобу Как Муфасу в обратном порядке У доброго человека плохие новости Они связались с большой человеческой армией, которая собирается сражаться с обезьянами Цезарь прощается с новым человеческим другом, имя которого неизвестно Каждый раз, когда надо было узнать людей, я спала Цезарь снова возглавляет обезьян, готовясь к войне Название следующего фильма «Война» Единственная сцена боя между человеком и обезьянами в этом фильме была в самом начале Цезарь, который никогда не хотел войны, теперь пытается заключить мир Сын Цезаря, Голубоглазый, вернулся с разведывательной миссии Он нашел новый дом для обезьян вдали от войны В ту же ночь их атакует группа людей во главе с полковником Вуди Харрельсоном Он уничтожил семью Цезаря Теперь эта война стала личной Младший сын Цезаря выживает, он отправляет его вперед с другими обезьянами Так как Цезарь и его друзья собираются убить Вуди Харрельсона Сначала они убивают человека, который оказывается имел дочь Морис чувствует себя виноватым и хочет удочерить девочку Она согласна идти с обезьянами Что-то странное в ней Она не может говорить Но они находят новую обезьяну, которая может говорить Она не часть команды Цезаря Похоже, вирус распространился по всему миру И действительно сделал все обезьяны умными На севере они находят базу людей Где Вуди Харрельсон является военачальником после апокалипсиса И вот неудача Все обезьяны Цезаря попали в рабство Цезарь быстро становится пленником И Вуди Харрельсон объясняет, что вирус мутировал Теперь он делает людей глупыми Он тоже сражается с другими людьми Ведь он заставляет обезьян строить большую стену Большую часть фильма издеваются над обезьянами Пока Цезарь наконец не решается бороться Остальные обезьяны сдались Но увидев Цезаря, восстают Фактически этот фильм – восстание планеты обезьян Друзья Цезаря все еще снаружи Они находят туннели, чтобы освободить Цезаря Развязав великий побег обезьян из тюрьмы Но тут присутствуют другие люди Затягиваются в войну с обезьянами Цезарь отвлекает внимание, чтобы убить полковника Но теряет способность говорить Да, он заразился той болезнью Еще одна важная обезьяна, которая вступает в войну с людьми Его зовут Осел Он издевается над своими, но меняет свое поведение Когда Цезарь в беде, Осел приходит с гранатометом спасения Цезарь взорвал топливный бак, возле которого люди построили стену Они имеют баки везде, база взлетает на воздух Люди победили, хотя, возможно, убьют обезьян Лавина разрушила армию людей Обезьяны спаслись на деревьях Обезьяны победили, но решили уйти Обосновались в красивой долине для следующего поколения Цезарь был ранен, теперь Цезарь умирает Обеспечил своим людям светлое будущее В котором возможно королевство обезьян Если понравился обзор, подпишитесь, чтобы узнать больше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok